Всем привет, кто смотрит записи, привет, кто смотрит онлайн. Приходите на стримы, стримим каждый день 19.00. Если у вас есть какие-то вопросы по делу, ссылка на мой ВК есть в описании, там у меня есть прайс. Если у вас какие-то услуги интересуют по этой игре, переодевание монстров, чистка, рун, консультация, поформить вам четвертую либо пятую гидру на глобале, поиграть на вашем аккаунте неделю, две, месяц, два, вы там пока в отпуске, либо еще что-то, я все это предоставляю, делаю это все руками. Так что если вам интересно, обращайтесь ко мне в личку ВКонтакте, по делу всегда отвечу, ссылка есть в описании на мой ВК, добавляю всех, даже если вы там не по делу, добавляйтесь, у нас идут розыгрыши ВКонтакте, поры постам, если вы добавлены, вы всегда увидите эти розыгрыши, вступайте в нашу группу, если у вас есть какие-то вопросы по игре и у вас там не получается смотреть стрим, по времени вы там живете где-то в какой-то, простите, попе мира, то соответственно вы можете в группе задать какие-то вопросы. Сегодня мы решили посмотреть такой нетрадиционный видос заделать, посмотреть одного из топов, это второй, третий, пятый, не знаю, двадцатый аккаунт в данный момент ФВ, который играет на глобале, ну на своей основе и соответственно на этом аккаунте он сейчас тоже сидит в топе, по-моему он сидит в топ-20 или топ-15 онлайн арены, он же РТА, посмотрим его руны. Ну и пофапаем соответственно из того, что у него вообще лежит вот здесь, вы же представляете да, какой там зоопарк еще на складе. Так, чоу, просто смотрим, я комментировать не особо буду, я не буду говорить, что здесь мало, здесь чего-то много и так далее, у меня мобы явно наверное послабее, может какие-то сильнее, какие-то слабее. Ну чоу у меня допустим сильнее, если так взять, но все остальное у него по скорости неплохо. Да, такой, по ряде чоу, так еще и с Немезисом, скорость хорошая, так еще и Немезис. Вуса, 191 СПД, иммунитет плюс свифт, неплохо. Это есть основа, вроде нет, нет, это не его основа, насколько знаю, сейчас я посмотрю по ЛД первачам, хотя он Венг Фонг, у него на основе не было Убирона, либо он его выбил, комар летает. Все, нету комара, прости, прощай комар, у него по-моему не было его, и вивачель у него не было на основе, ну либо он повыбивал. Да, 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 знаете, что у него был тролль деф из четырех вот этих вот пиздючков, тоже было весело. Три, не, он выставлял еще иногда на Венгонга и четыре Лео, насколько знаю это не его основа. Так, ну ладно, не важно чей это аккаунт, короче, просто смотрим на руны. Пожалуйста, свифте, да? Фухом, блин, я уже думал в Виоленте, но это тоже неплохо, 193 при ее-то базе, знаете, не самый большой, 193 еще и с иммунитетом, это неплохо, 23, 26, 26, 26, просто какой-то стандарт, 25, какой ужас, да? Здесь еще 26 сделать, да, здесь 26 не хватает, везде по 26, и привет 200. Так, Мулонг, ну это Виоленте, это по-любасу Виоленте, да? Посмотрим несколько рун, да? 34 здоровья, тоже неплохо так, так, 23, ну в приоритете везде скорость, как бы уже. Ну просто у меня 32, и мне завидно, у меня максимально 32, у него 33. Еще Виоленте, Виоленте у меня нет, 32. Капец, просто ко-пец. Да, кто-то скажет, хп не так много, чтобы контролить всяких там Арнольдов, которые ты выставляешь Мулонга в защиту, и мой Арнольд, допустим, его тут же ваншотнит, потому что у него хп недостача. Хп нужно Арнольду, точнее не Арнольду, а Мулонгу где-то 33 тысячи в плюсе, чтобы, допустим, стандартный Арник, который бьет на 15 тысяч, не убил в ответ Мулонга. А здесь небольшая недостача, поэтому это сразу в ответ минус. Но для РТА, на РТА же никто не возьмет Арнольда, это жестко. Типичный обитатель 444-го канала, да-да-да. Да. Так, Амелия, Виолент. Классно смотрятся, да, такие двойные крылья. Вот на Кобыле, на этом Пегасике, да, классно смотрятся двойные крылья. 70 тысяч и резиста. А, тут еще и скорость не проточена. Бюджетная Рунка, да, еще и скорость не проточена, 130 будет, хорошо. Так, Жозе, сколько? Блин, у моей 80, у нее 130, но у нее через СПД, да-да-да, у нее через СПД. Правда, ХП, да, на 10 тысяч меньше, но все равно. Ну, с другой стороны, если я, получается, поставлю сюда Руну на скорость, у меня получится то же самое. Ну, там на 10 скорости меньше. Ладно. Ну, все равно, 130 для РТА, это так, знаете, это шустро. Это прям шустро. Именно для РТА это зачет. Она не такая прям жирная, она не стоит у него в топе на мировом боссе, но зато она быстрая по скорости. Для РТА это прям зачет. Очень быстро кулдаунит все скиллы, еще и при этом Виоленте. Ванесса чисто фулл саппорт, без крит урона какого-то. Крит дамага, 133. Ого. Скорость ХП-ХП. Ну, стандарт. Либо крит дамага ХП одевает кто-то, либо все-таки ХП-ХП. Не знаю, тут уже зависит, видимо, от стиля игры и от того, как тебе больше нравится. Так, ведро понятно. Ого. Это, я так понимаю, наверное, скорость крит дамага ХП. Да, я угадал. И 100% атаки собрано допами. Это сильно. 21 шанс крита. Это сильно. Да, это хороший такой Деспайр с иммунитет. Еще и иммунитет. Да, это такая раки, знаете, неплохо. Достаточно плотненькая, такая, что перна, ну, не ваншотнет сразу. В ответ, если что, раки теперь, тем более, еще и бафнули третий скилл. Ей же все равно, по какой стихии бить. На нее никак не влияет гланс на ее третий скилл. Она может и в одиного персонажа ваншотнуть, которого там кто-то может воскресить. Абсолютно все равно. Ветер, огонь, свет, тьма. Ракуни. 125. Еще и в Немезисе. Да, это достаточно хороший ракуни. У меня такого нет. У меня там под 90 скорости в подобных статах. Так. Да, он просил мобов на гиганта, ребят. Да, этот человек просил составить ему пачку на гиганта. Антарес. Ну, это такая чисто фановая игрушка. Ну, посмотрите. 12 кусков хп, еще и 1200 атаки. 600 брони. 82 скорости. Наверняка допами, да, собрано. Да. Еще и 5-звездочная руна на хп. Капец. Ну, чисто как игрушка на РТА им пользуется. Знаете, прокнет, не прокнет его пассивка. Но когда прокает, да, весело. И шанс крита, ну, ему вот, получается, шанс крита дает его пассивка. Так что, в принципе, все равно он больше 90 получает. Так, Тессарион. Очень быстрый, хороший саппорт Тессарион. Да. Быстрый, хороший саппорт Тессарион. Но по дамаге, естественно, он ничего не вносит. Там по 5-6 тысяч, может, бьет от силы. В раскол там, наверное, до 15 летит. Ну, вы поняли. Но зато он прям реально быстрый. По хп достаточно неплохо. Брони много. Да. Но точности, конечно, маловато для саппорта. Так, Ракан 69. Взаимка. Быстрый, жирный, с иммунитетом. Если б я прикапывался, то, наверное, только до шанса крита. Хорошие руны. Наверное, через скорость, да? А не. Собрано допами. Допами собрал. У-у-у. Гара моей мечты. Да. У меня все, что подобное в этом гара, так это крит урон, шанс крита, правда, сотка. И сила атаки. А вот скорости 127. Это... Это неплохо. Блин, на некроманте надо просто жить, видимо. Ага. Все, естественно, обточено гидрой. Перна. Перна моей мечты. Все, что у меня больше на перне, это шанс крита и их АП. Все остальное пипец. Капец, да, ребятки? Просто жесть. Так, макака. Макака чисто для РТА. Но у нее, смотрите, еще и 9... Я так понимаю, руна, наверное, на силу атаки, да, стоит какая-то ага. Именно такой демэдж-дилер хороший. Ну, под 10 стаков это еще полторы тысячи, я считаю. Ну, 1400, да, на 10 стаков полторы тысячи, я считаю, почти 2,5 в плюсе атаки при 10 стаках. И еще и там 20, 30, 40% дебаф на РТА. Блин, эта макака, наверное, по 1040 фигачит. Неплохо так, конечно. Шанс крита и крит урон бы подобрать побольше, да, и точности. Но он именно взял упор в эти статы. Велоджуэль. Блин, я думал, это в Виоленте. Не, ну для свифта и то, что он якобы через крит урон, тут как бы, ну, да, хорошо, но не впечатляюще. Имеется в виду, что ничего такого. Как бы и 200 видел, и 210 видел Велоджуэля. И тоже через ДД и шанс крита был больше. Здесь просто как-то странно, под такие 35 шанса крита, ну, видимо, он не особо часто пользуется, или просто нет лучших качественных урон шансом крита. Это нужно же везде где-то выковыривать этот шанс крита. Допустим, здесь там на точность поменять шанс крита. И везде искать этот шанс крита по возможности. Да. Да-да-да, здесь побольше. Но еще 15 шанса крита он все равно может накрутить по любасу. Уже будет под 50. Более-менее, да. Джуна через крит урон. Не стандарт просто полный. Причем, честно, у него часть таких рун, которые я просто продаю. Ну, допустим, вот эту руну я бы смело продал. Не вижу в ней ничего такого. Абсолютно. Ну, 12 шанса крита только. Да. Такую руну обычно, ну, не знаю, извините, зажрался, я продаю. Потому что, ну, маловато как бы для нее, да. Тем более, она проточена плюс 15, а это значит съела много маны. А я еще пока почку не продал, чтобы не хватало маны на все и вся. Вот это прям неплохо, руна 35 защиты. Да. Не, ну, Джуна все равно, вот эти вот статы неплохие. Скорости, конечно, маловато. Но то, что она через крит урон, это очень странно. Очень странно. Но это у него легендарная руна, которую он еще наверняка перековывал. Но для легендарки, эта легендарка в Деспайере с крит уроном, ты ее будешь перековывать? Я нет. Разве что эти камни перековки будут сыпаться с 10 гиганта по 10 штук за заход. Кто в здравом уме будет перековывать Деспайер с крит уроном? Серьезно? Не думаю, что кто-то. Крайне редко кому зайдет крит урон в Деспайере, далеко не каждому. Далеко не каждому. Поэтому ты не будешь ее перековывать. Смысл ее оставлять, если она неправославно проточилась. Скорость, крит урон. А вот здесь прям круто, то, что он сотню шансов крита собрал допами. Еще и 150 крит урона. Еще и хп достаточно так. Ну, не самый прям предел. И тридцатку видел, но это прям хорошее кобыло. Во-первых, она и дамажит неплохо. Равно 0 точности. Ну, Зайросу 12 шансов крита, преджулик. Зайроса и Свифт можно какой-то одеть. И Фатал можно какой-то одеть. Во что угодно. Ты не будешь Зайросу перековывать Деспайер с крит урона. Не будешь. Ты в первую очередь будешь перековывать Свифт, Фатал... Ой, Свифт, Виолент и Иммунитет. В первую очередь. Так, Синг же. Крайне жирная паскуда. Такой, знаете, антикопер. Вот такого копер, получается, у него выходит 34, да? Округлим 1000 хп. Плюс его лидерка. Это еще там 1004 хп, да? 38. Пассивка 25%. Ну и при этом здание арены ГВ это где-то 41-42 тысячи, да? Получается 42 тысячи. Не, ну копер его все-таки пробьет. Да, на ГВ его копер пробьет. Который бьет 60 тысяч, легко пробьет. Вот, точно изи пробьет. Но для РТА это неплохо. Он достаточно плотненький, такой быстрый. Шанс крита есть, там крит урон какой-то. Точности, правда, нифига нету. Лео. Так, Лео, вот, хорошо. Так, жирненький. Да, это неплохо. Предкиневич. Так, Тиана. 199. Ой, когда-то я себе так сделаю. Когда-то я себе тоже позволю отдать Тиане такие руны. Но, видимо, не сегодня. Еще и крит... Через крит урон, да? Ой, она, наверное, фигачит со второго скилла по быстрым дефам. Ой, наверное, бьет больно. Но если моя там 8-10 тысяч бьет по расколу массовкой, то это, наверное, ударит все 1020 как минимум, если не больше. Да. Я думаю, да, по 1020 она должна бить массовкой. Как для саппорта, знаете, это существенно. Еще и с первого скилла будет неплохо критовать. Ну, если кританет. Да. Так, Ганимед. А, он его переодевал. Он у него когда-то был через крит урон. Вы же знаете, у Ганимеда на третьем скилле прям такой хороший мультипликатор дамаги. Он в раскол с крит уроном через крит урон ударит, ну, и на 1030-40. Неплохо так фигачит. Да. Ну, 140 в Виоленте это прям неплохо. Это хороший такой стандартный Ганимед. И точность есть при этом, и под башню закатит, и под свою лидерку сотка получается, считай, гарантированно. Да, это хороший такой Ганимед. К нему тер... Еще и... Что, через атаку одет? А, он через атаку одет. Я смотрю, откуда он взял 955 атаки допами. Он еще из первого скилла и из третьего неплохо так будет накидывать. Ну, за счет такого количества атаки. Да. Так, зефирка. Зефирка, зефирка, дд. Ну, атаки у него, конечно, больше. Ну, это, видимо, чисто под РТА, либо под быструю пачку на гидру он сделал. Наверное. Либо РТАшный вариант, либо на быструю пачку под гидру. Потому что он у него очень тонкий. Прям по броне, по ХП это очень мало. Но по атаке... Ну, опять же, допустим, под гидру атака там несущественно... Я не знаю, для чего собрана атака. Против боссов, опять же, ну, к примеру, когда у меня было у моего зефира 700 атаки, он бил где-то 48 тысяч. Сейчас у него 400 или 500 атаки в плюсе. Он бьет 47, что-то 46 тысяч. Не сильно много ему дает атака для дамаги от ХП врага. Поэтому я не знаю, для каких целей эта атака собрана. Но может для гидры, чтобы просто еще дополнительный бонус по дамаге внести. Наверняка. Но для РТА это очень тонкий зефир получается. Очень тонкий. Он прям ваншотница Теомарсом там с полтора удара. Там со второго скилла раскол, если сразу пролетит. Остальные две атаки его фактически добьют. Скажем так, с ним не проходить башню. Потому что он очень тонкий. Это фри-то-плей аккаунт? Конечно, конечно, ребят. Ни копейки не вложено. Ой, три, она жирная. Посмотрите, какая. 29 кусков ХП при Йота базе. Это прям, знаете, можно похлопать. Это много. Еще и брони 700 в плюсе. И при этом с иммунитетом с Йота базой 113. Ага, да, это зачет. Так, просто две Сиары. Так, в одной 20 тысяч ХП. Чисто такой РТАшный вариант. Контроль Сиары, который живет и быстро, и еще и точности много. Но при этом 633 атаки. Видимо, скорость ХП-ХП, да, где-то? А шанс крита ХП. Я 90 шанса крита не заметил. Ну да, именно такой для... Быстрого отката бомбочки. Нет, что, зачетно? Зачетно. Правда, я видал Сиару на Азии, у которой 30 тысяч ХП при этих же статах. 30 тысяч ХП. Так, а это уже православная Сиара, которая прям ваншотит. Да, прям ваншотит. Я надеюсь, сделают, знаете, какую фишку? Какую-то метку, чтобы когда у вас два персонажа стоят, вы могли там как-то их помечать. Допустим, там циферку, там 1, 2, там... Ладно, в принципе, вы и так по расположению можете запомнить, где у вас там первый пират, второй, Алюшена и прочее. Ну, чаще всего таких персонажей качают. Но чтобы их как-то можно было помечать для себя. Допустим, это ДД, ты там какую-то буковку написал. Это жирная, значит, там, не знаю, букву Ж написал. Или Лаки Фит подписал. Да, кто в теме. Так что, ну да, Сиара такая, именно по 30 и более. Я думаю, она взрывает бомбы на Изи. Еще и быстрая. Да, просто зачет. Так, Ромагос. Боже, даже Ромагос в крылышках. Даже Рама с крыльями. Вампирик, Немезис, все хорошо. Так. Ну, сравниваю со своим Ромагосом. У него скорости на 10 или 20 больше. У моего ХП больше, брони больше, резиста больше. А так, стандартный Рама. Да. Я не думаю, что им воюет каждый день. Не думаю, что он сильно насчет него запаривается. Явно на нем не лучшие руны одеты. Катхор 157. А вот это прям неплохо. На 20 больше, чем у меня. Да. Да. Прям, блин. 157 у Хатхор. Это быстро. Это шустро. Там где-то 19 скорости, где-то там 20. 157. Капец. Диана, добрый вечер. 34 тысячи ХП. И пать она жирная. Особенно, когда вначале кинет свой купол. Где он там? Прикиньте. 50 тысяч ХП на арене. Еще, наверное, скорость допами собрана. Ну, естественно, да. Да. Так, Фэн Янь. Чисто РТАшный вариант. Потому что под ГВ, ну, ваншотится этот Фэн Янь. А любым копером... Ой, любым бульдозером, любой калли. Там это ваншот. Боинг 747, да. Так. Ну, все равно это особенно скорость, да, впечатляет? Да, скорость 138. Прям неплохо так. Привет, привет. Так, Нвэнг Хонг. Угадаю. Виолент Немезис. Через ХП. ХП, ХП, ХП. Не спрашивайте, ребят. Это магия. Но здесь при этом, смотрите, устойчивость можно будет поменять еще и на защиту проточить. Так что здесь еще защиту можно на роли, где-то 500-520 сделать. Как минимум. ХП 35 кусков. Да, тоже под его-то лидеркой. 74 устойчивости. Неплохо так. Так, Тару. Тару. Насколько помню, 50% шанса крита. Да, добавляет его пассивка. Поэтому можно даже 50 собрать. Быстрый. Быстрый. 200 крит урона. Ему очень тяжело собрать большое количество силы атаки. Он собрал 200%. Посмотрите. 200%. Атака, крит, дамага, атака. Да, через свифт комплект. Неплохо так, 200%. Ну, я думаю, он у него бьет где-то 40, 42, 40, до 45 тысяч. Очень тяжело ему сделать там 50 косарей. Почти нереальные. Чтоб он там выносил все и вся. Ну, и при этом у него еще 92 скорости. При его-то базе. Посмотрите, 114. Он еще и быстрый говнючок. Ну, и Аберрон. Только не говори, что в Виоленте. Свифте. Слава богу. Так. 22, 21, 15. Да, и это двухзвездочный монстр, кстати, не забывайте. Больше 40 тысяч накидывает. Да. Капец. Не, это не все его 4 лд первача. У него на складе там еще валяется. На этом хайландере 6 или 8 первачей даже. Так. У него малышка еще светлая, по-моему, есть на этом аккаунте. Ай, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Уже тоже качает. Спионерил, да? Явно Аракиса смотрит. Тоже качает Ханну Монтану. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, ну Аберрон прям зачетные статы. Да. У него мультипликатор, по-моему, 350%. Если сравнить с Люшеном, у Люшена на третьем скилле с каждой карты 68... Да, 68%. Округлим 70. Он с каждой карты, считай, кидает 70%. Ну, и сквозь броню пробивает. 70 мультипликатор от скилла идет. А здесь 350. У Люшена 210, но массовка. А здесь 350. Поэтому, если ваш Люшен накидывает там карты по 10-12 тысяч, отдайте эти же руны Аберрону. И представьте, сколько уже Аберрон вжарит с третьего скилла. Уже 1045-50 где-то. Ну, для ваншота этого точно хватит. При этом, прикиньте, Виолент его одеть. И тут же со второго скилла откатить там, допустим, какую-то Канамию, которая тут же вам даст ход. Хотя, ладно, это надо Зефира откатывать. А, Зефира вы не откатите. Короче, надо продумать пачку. Ну, с ним чаще всего и такого можно взять Замира, Канамию и, наверное, Аберрона. Хотя можно Замира, Канамию и там... Не Канамию, даже можно взять Маген. Да кого угодно. Для бафа так имеется в виду. Да. Либо Аберрон плюс Ганимеда тоже неплохо стакаются. Друг друга пооткатывали. Ну, Аберрон имеется в виду откатил третий скилл Ганимеда. А, соответственно, Ганимед третий скилл Аберрону. Так как они вторые скиллы, друг друга не откатывают. Это вообще было бы читерно, как по мне. Так, Ирис. Много скорости. С кем нужно переспать за такие руны? Деспайра имеется в виду. У меня такой Деспайр еще 10 лет, наверное, не светится там где-то. Я не знаю, сколько надо фармить 10-го гиганта, чтобы получить такие Деспайр-руны. С другой же стороны, возможно, кто-то думает по поводу Свифта так же. Свифт я же перековываю, а Деспайр я не перековываю. Возможно, он на перековке и получил эти руны. Наверное, в скором времени я займусь когда-то своим Деспайром. Потому что Свифт, считай, почти 4 комплекта по 200 и больше скорости. А в Деспайре у меня нету комплекта даже 150. Ни одного. Если все руны перебрать, получится 145 счета максимум. И то это один комплект. Один. С тобой надо переспать? Прости, нет, Аганес. Саблоний и Заяца, наверное. Амдуат. Шустренький и жирный. Вот его два плюса. Д. Шустрый, быстрый. Костюмчик, перья, все дела. Бетта не используется, наверное. И Каррес в Деспайре. 145 скорости! Карл! Вы представьте эту комбинацию. Я объясню. Да, я объясняю. Вы берете Бастет. Вы берете Мунлонга. И вы берете Икарес. Ну и там какую-то помойку дополняете к этому, да? Просто ваш Мунлонг дает ульту. И Икарес тут же добивает. Гарантированный минус 1. А тут же, когда Икарес добивает, она обретает дополнительный ход и подхиливает, ну там, себя, кого-то, еще и Мунлонга на 20%. Это ошибка перевода. И все, и Мунлонга ты в ответ тоже быстро не ваншотнешь. Потому что у него уже 50% ХП точно будет. Да, с такой быстрой 145 скорости. Еще и 25 кусков ХП. Да, ХП, конечно, хотелось бы 30 и больше. Но 145 скорости. И опять же Деспайер. И вроде бы немного, да? Там 18 скор... 18 скорости с Гидрой. С Гидрой. 18 скорости можно получить синей руной. А здесь с Гидрой. Вроде бы ничего такого. Просто Деспайер не падает, вы понимаете? Не знаю, как у вас. Но у меня Деспайер не падает. Тоже здесь 22. 18 плюс считает 4 от Гидрой. Вот тебе и 22. Ничего такого, как бы, да? Но просто не падает Деспайер. Тоже 19 скорости. В теории, да? Просто синие руны поставил. Здесь 22, хорошо. Здесь еще 4 скорости можно накинуть. Здесь еще 3 скорости можно накинуть. Здесь еще 2 скорости можно накинуть. Ну здесь окей. Это получается можно сделать 155 скорости. Нету Деспайера у меня 150 скорости, да? Так, ну... Виоленте? Ну или такая, да, комбинация. Мулон дает ульту. Теряет ХП. Точнее... А, подожди, если Мулонг поменяет с ним ХП на атаку... А, ну да, она тоже ему зальет ХП. Да, либо Вивачель с Мулонгом тоже можно вязать. Но Сыкарис это гарантированный минус. Давайте посмотрим рунки. Так. Тоже вроде бы 22, да? Ну хоть здесь и 5 звезд руна, но все же. Типа 6-звездочная руна, 18 скорости. Проточил Гидры, 22 СПД. Ничего такого. Но просто эти руны есть. Вот тоже 18 скоростей. Очень обычная, даже говняная руна. Вот эта руна вообще ни о чем. Абсолютно. Очень слабые статы. Еще и Гидры проточены. Это вообще у него была руна розовая, наверное, какая-то там. Да, розовая руна была. Просто пипец. Ничего такого сверхъестественного. Но все равно получаются хорошие статы. Смотрите, 17 проточено. 20 проточено. 20 проточено. Ну фиолетовый и розовый, да-да-да. И все равно получаются суммарно хорошие статы. Да, так, Ники Минаж. Виолент или Деспайер, как думаете? Мне кажется, Виолент. Да, Виолент. Имеется в виду, не какие-то заоблачные статы в допах. Ну согласитесь, но ничего такого прям, что... Ну нереально. Прям вау, круто. Ну не сильно впечатляет. Ну согласитесь, но нет там чего-то такого. Там 40 хп, там 55, там еще чего-то. И все равно получаются достойные статы. Для того, чтобы воевать можно было. Да, жесть. Идем на ГВ. Прототип. Итак, чем же мы будем убивать? Ну первый деф Люшеница. Но мы Люшениц же не будем, да? Люшениц же только плохие ребята. Плохие стримеры Люшениц. Поэтому мы будем сюда пробивать это чем? Давно не было Стеллы. Очень давно не было Стеллы. Мы можем взять Стеллу, Пирата. А она тогда выдаст 6 ударов. Не, давайте возьмем... Ну Татьяну, мне кажется, Лайка раскатает. Да, поэтому мы за Люшениц. Три паладинши. Ну мне кажется, Часунка мне мозг залюбит. Если я возьму три паладинши. Не-не-не-не. Кого же мы сюда возьмем? Сусана. Ну с мультиатаками Стелла быстро вынесет, как бы. Можно взять Стеллу, Пирата и какую-то эмонку. Мне кажется, это должно быть на изи. Так, Пират. Не-не, тут не православный Пират. Так, Пират, Стелла и... Кого бы еще? Можно взять Берника, конечно. Можно взять эмонку, типа шарика... Шарика огня, который нам, может, еще ибо в скорости даст. Почему бы и нет? Не. За гайды спасибо. Так, фармлю бы 10 гигантов. Фарм сотки нормала. Скоро 10-го драка буду фармить. Пожалуйста. Пожалуйста. Так. А сюда мы возьмем... У нас остался Вуса. Мы его можем взять. Можем взять Калли. И нам нужен... Сначала я буду выносить ему Артемиеля. Это к бабке не ходи. Нам нужен тот, кто нас либо зальет, чтобы мы сразу вынесли этого пацана. А Ветреный заливало. Здесь считай только Бернард. И то нам бы желательно, чтобы баф атаки... У нас есть птичка светлая, кстати. А, тогда Рокан может переключиться на Калли. Я вот думаю, выдержит ли Калли. А птичка воскресить может, кстати. Да, птичка же может воскресить. Изи. Изички должно быть. Если что, воскресим. Я думаю, под куполом удар от Рокана все-таки Калли выдержит. Ну, я так думаю. Под куполом он там тысяч восемь дает или сколько хп, не знаю. Погнали. Я думаю, выдержит, да. Так. Дримноб это ужасно. Ай-яй-яй. Но главное, что пофиг. Хотя пофиг, даже без раскола Стелла. Когда не особо надо, пират работает. Ну, красавчик пират. Поехали. Я даже не заметил урона, если честно. Вообще, непонятно. Непонятно было. Так. Сайленс. Я думал, сейчас кину сайленс, а потом типа пиратам добью. Но, видимо, не надо. Раскол. Так. Индикатор. Немезис. Немезис. Мы потеряли лайку, да? Кивстон у нас проблемы. Просто она в этом костюме очень быстро бьет. Иногда вот хочешь показать как бы ее дамагу. А у нее слишком быстрая анимация. Ты не понимаешь, сколько там летело дамаги. Это надо паузу какую-то ставить. Либо просто в записи пересматривать. Слишком быстро дамажит. Ну, не больше тысяч. Там зависит все-таки урон от того, сколько хп у лайки. Она же не может выдать больше, чем 35% с каждого удара. Да. Так что ограничения для Стеллы есть. Если бы не было бы этого ограничения, она бы выдала бы сейчас 70 тысяч дамаги. Как бы здесь не обсуждается и не осуждается. Смотрите, что мы можем сейчас делать. Но я думаю, в любом случае, зальем Калли, чтобы сразу ваншотнуть Артамиеля. Имеется в виду, что сейчас попытаться застанить Шарика. Маленький шанс. Сколько он там? 24 и там точится 60%. Лучше заливаем Калли. И ваншотаем. Как же я хочу это... Не знаю, как выйдет, я в шоке. Су. Это первый Артамиель, который выдержал удар Калли. Первый Артамиель на Селестон. ДД, птичка, отлично. Что он снял, что он... Непобедимое снял, вот сволочь. Даже не знаю, бить не бить его. Может сюда не критонем? Не критой, пожалуйста. Спасибо. Офигеть! Это жестко, ребята, если вы не поняли. Просто 40 тысяч выдержал. Ну, не знаю, вас, если не впечатляет, то лидерка ничего не дает, как бы вы поняли, да? Лидерка чисто для огня. Пицца трэп, да. Так, заливаем. Не, ну неплохо, да, так вместе они скомбинировались. Очень быстро откатывают себе скиллы. Да, с птичкой хорошо зашло. Надо их почаще как-то вместе. Я обычно Шрен ставлю там какую-то на пару, чтобы они пробивали. Да, но все равно Артемиэль такой попался плотненький. Я помню своего младшего брата разводил, короче. Говорю, смотри, ты в школе учишься? Он говорит, да, учусь. В каком классе? Во втором. Я говорю, считать до 10 умеешь? Он говорит, конечно. Я говорю, смотри, объясняю. Говорю, смотри, сколько на руке пальцев? Он говорит, 5. Я говорю, на двух руках. Он говорит, 10. Я говорю, ты не прав. Он говорит, ну 5. Я говорю, давай считаем вместе. Я говорю, смотри, первый, второй, третий, четвертый. Правильно? Он говорит, правильно. Я говорю, где пятый? Он такой. Я говорю, давай еще раз. Ты не понял? Он такой, давай еще. Я такой, первый, другой, второй, третий, четвертый. Я говорю, где пятый? Ну 4 же получается. Он такой. Я говорю, хорошо, давай на другой руке. Я говорю, первый, другой, второй, третий, четвертый. Где пятый? Он, блядь, сидит, он не может вдуплить просто. Он не может вдуплить. И, 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 Сиара плюс Теомарс, господище, господище под бастет Так и хочется залюшенить, но вы же знаете, люшенят только одни гомосексуалисты, да, поэтому нельзя люшенить Ну, мне так говорят на стримах, что люшенят одни гомосексуалисты Поэтому, если вы не педик, то люшенить нельзя, нельзя Так, поэтому мы сюда возьмем кого? Возьмем сюда Вусевича, православного Блин, ну Теомарс такая паскуда, он же может настрелять под этим бафом на 3 хода И он же 3 хода этих как раз под бафом атаки реализует Ага, пред был Дашер Люшенят одни стримеры, я согласен Ужасно Так, или все-таки возьмем пирата Но сюда я не... Лайку или чоу? Лайка или чоу? Лайка или чоу? Чоу или лайка? На лайку можно сагрить бастет И она как бы будет... Все-таки возьмем лайку, да? Возьмем-ка мы лайку Так, а сюда? Либо Тессарион, либо... Тессарион Рина Да, раскол будет только от этого пацана Поэтому мы это законтрим сейчас Даже бюджетненько, фактически бюджетненько Берем Рину По Рине в чем план? Этот говнючок будет закидывать раскол Наверняка он будет самый быстрый в пачке И это будет как бы логично Ну, либо он рассчитывает на то, что его ударит Он зальется Он как бы закинет раскол на мою Рину Со второго, конечно же, залпа Потому что на ней иммунитет Когда на нее залетит раскол Сразу же переключится Камила И будет бить Рину Ну, а этот пиздюк не переключится Хоть у него и антиглан-система на пассивке Он будет бить моего... Эээ... Тессариона Чтоб защитить Тессариона Защитить короля Ну, лайка там, скорее всего, будет предсказуемой То бишь, вампирики Следовательно, нам, скорее всего, хватит козлика С головой Или все-таки взять Сельфиду Светлую Но от Сельфиды светлая Она только хилый баф защиты даст Она ничего больше не сделает А вот козлик даст дополнительный ход И мы можем побыстренько кому-то Пуканчик-то раскатать Первым мы будем вырубать, естественно, Тессариона Потом Камилу Ну, а потом уже всем силом На этого пацана скинемся Я думаю, так вот бюджетненько закатит Ну, согласитесь, бюджет Бюджет против трех первачей Подскажи лайку лучше виолент одеть Виолент одевает для РТа лайку Чтоб как бы, типа Твой враг офигел Когда лайка, ракан и подобные персонажи Одеты в вампирик То они, ну, я не и свои слова говорю И многих там, все так говорят Этот персонаж превращается в предсказуемого персонажа Ты знаешь, что он раз ударил Все, он себе будет стоять Ты его там можешь игнорить Либо застанеть Они обычно еще и медленно И все эти мобы Все А в виоленте Ты всегда боишься того момента Что даже если ты застанил его Он может Бум Прок виолента И походить тебя и ваншотнуть в ответ Либо нанести хороший урон Поэтому виолент Как бы для РТа Более профитный, нежели вампирик Но опять же, это зависит от твоих статов Всегда зависит от статов А не от того, что ты якобы Хоть Даже не буду спрашивать Почему пират Пока сера Потому что, видимо А, мы только до щита довели Ну, пока пират Не? Удивительно Че это он решил Все? У них дружба, жвачка Больше не будет трогать пирата Странный парень Так Лайка топ дд огня Да не много ддшек Много ддшек разных в огне Поэтому Зависит от ситуации, наверное Так, давай так сделаем Еще так Не будем ему сдавать ход Как бы комбинацию надо сделать Чтобы он походил И тут же ему дали ход Тогда это будет правильно Опа Блочим Отлично Все, больше он не будет контратаковать Разве что на нем А, контратака не одета Потому что он был вампирик В иммунитете, да? На нем же была иммунка Или у меня были глюки Была иммунка Была Ааа Ого Ой-ой-ой-ой-ой Надо Камилу побыстрее решать А то она мне крашит хп Была, да? Надо решать вопрос с Камилой Так Проквелента Давай раскол и проквелента Ну, крит Че ж ты стесняешься-то, а? О, отлично Она переключилась Заливаем Ну, крит Покажи, что ты можешь Так Заливаем Кританул Но не вовремя Так Угу-гу Подхиливать нет смысла На себя агрим Ну, закинь на раскол Хотя он все равно не переключится на огонь Сторый здесь-то рулит О, отлично Все, он будет на ней сидеть до последнего Так, раскольчик Ой, прок Пока Просто бабушку забили Такой себе деф на самом деле Он очень легко контриться Когда ты понимаешь, чем его контрить И даже бюджетно Ну, просто ни о чем на самом деле Это деф Да, сильные три первача Но в совокупности они не работают Здесь сюда вместо какой-то лайки Бы на самом деле поставить Что-то типа шарика воды Не знаю Может воскрешалку Какую-то типа арха Ветра Может какой-то еще дополнительный Раскол шальной Ну, вот шарик воды Мне кажется, здесь был бы Намного лучше Он бы уже пугал Ты не понимаешь никогда Сколько у шарика воды Там той скорости И ты такой фигак Поставил его сюда А у него там 195 Он походил первым Закинул шальной раскол И туда уже и Камила Можно увалять И сама панда Поэтому здесь лайка Как по мне не смотрится Допустим, Камила С этим пацаном Да, два таких юнита Тяжелых Тяжело их контрить А лайка Ну, знаете Такое Тем более, если в Ампирике Один раз застанил И игноришь до конца боя Вот Вот этот деф Допустим, уже более ярко смотрится Особенно, если бы здесь была Триана Чтоб ты не мог Кого-то сразу ваншотнуть Но опять же Ты сюда берешь какого-то копера Если у тебя сильный копер Убиваешь его Камилу И бульдозером Убиваешь его Соответственно, Фэньяне Но я бы так не рисковал Потому что я не знаю Насколько здесь жирная Камила Сейчас у Камил по плюс 20 тысяч хп А у нее база 12 Это уже тридцатка Тридцать две точнее тысячи Плюс лидерки Там какие-то здания и прочее Это 38 тысяч Получается где-то так Ну, суммарно, да И я не думаю, что у каждого есть копер Который бьет 75 Чё-то мало верится Я не думаю, что вообще есть На этой планете копер Который бьет 75 60 тысяч для копера Это уже много Под лидеркой, допустим Там какого-то Лео 63-64 тысяч И это нормально А 70 тысяч копера Это уже что-то такое заоблачное Да и 70 тысяч, наверное, никогда не нужно будет Но мы его попробуем пробить кем Сюда опять же можно взять Калли Собаки гавкают Так, сюда можно взять Калли Или всё-таки Бульдозера Вот чё я думаю Сюда можно взять Бульдозера Зефира Но мы можем не убить Камилу Особенно если она в дестрое Да, пёсики гавкают Зато мы этих двух юнитов Очень быстро можем раскатать Мы можем взять не горы ветра сюда Допустим Кого бы сюда взять? Кто баф защиты даёт И кто будет более полезен Ну, как вариант, допустим А, знаете, как мы можем Это всё дело обойти? Да-да, у нас же есть Паладинша Привет Приветики Да-да-да Первый тест, ребятки Да, кстати, вот в этой пачке Я ни разу ещё и не тестил Дебют Берём вот этого Месье Теперь У неё же лидерка 44 даёт Да, и берём горы ветра У неё есть агр Она на себе будет держать Камилу Тем более есть купол Есть непобедимость И она на себе будет держать Эту грязную Прости, господи, девушку И берём сюда петушечка, естественно Этна не ваншотнет Разве что в раскол Может быть Этна же саппорт Да Да-да, Этна, конечно, ваншотнет Класс Класс, класс, класс Я всё равно хожу быстрее Поэтому Раскол Ясно Пират Попытка номер 2 Пирата месячные прошли Сладкий Шептун Знаете, смотрится как 100 долларов, да? Просто соточка Не такой уж ты и король стихий Просто бюджетная соточка Он не кританул второй раз Или мне показалось Как он её не добил? Сладкий Шептун Так, так, так Ну чё Её заливать на себя сразу Ну, Камила, возможно, и сюда И ударит сама по себе Поэтому заливаем Копперфильда Бульдозера, точнее, не Коппера Он бьёт Под своей лидеркой 22 тысячи Плюс-минус там пару сотен А под её лидеркой Считаю, у неё 2 раза лучше лидерка 44 на 23% больше Сколько? По 23? 23 500, короче Полторы тысячи дамаги Это нормально Так, агрим на себя Чтоб он не бил Чтоб она не била Нашего бульдозера Так Один удар есть Так, хорошо Ну у неё Купол Плюс баф защиты Я думаю, она выдержит Нам главное сейчас Вот эту вот звезду убить Так, стан Значит, в Немезисе Уже ульту потратила Видели? Там не хватало буквально Процентов 15 хп Она уже просрала ульту Как по мне, мне кажется Ей нужно Немножко понизить порог Юзабельности её ульты Правда у нас хила нету Вот это чё плохо Да, у нас нету хила И мы давайте, знаете Как за 4 Мы сейчас дадим ей непобедимость Всё равно этот баф не слетает Видите, он Уникальный баф в игре Он не падает даже при проках Виолента Так, и мы попробуем Всё-таки сначала Её вынести Так Ай-яй-яй Главное, чтобы она Сейчас не навиолентила И у нас сейчас будет Отлично Блин, ну вряд ли Мы её добьём Есть у неё ульта или нет? Как вы думаете? Вроде бы ещё один ход Если я правильно считаю Ещё один ход должен быть Не, не добила бы она Наверное Отлично Один ход Я правильно считаю И у нас сейчас есть ульта Знаете, что мы сделаем? Нет смысла сейчас Заливать бульдозера Он даст ульту Он всё равно не убьёт её Мы сделаем правильный Мы откатим себе скилл быстрее Вот так вот Даём второй скилл А, мы даже добили Я думал сейчас паладинша Её добью И даём себе непобедимку Всё, изи И сейчас себе спокойно Бульдозер лупит Правда, не креданул Второй раз, нынче Так Муночка Опа, опять баф Нам не баф Этот нужен, а именно купол Но всё равно Главное, чтобы не переключался На бульдозера Не переключалась И хорошо, что она Хотя бы не в дестрое Купол бы Всё слабее и слабее Становился Одного прилетело У всех одного вышло Вот только ещё в игру Не завезли Саму обнову Обнова 4.05 Да, по-моему Версия у всех игры 4.05 Я думаю Завтра, послезавтра Мы будем там Докачивать какие-то файлы И прочее Так Привет Геймер Надо было Наверное Ульту завязать Давай Ульту дадим Прок Виолента Какой ты серьёзный Посмотрите Мистер Лупоглазый На тебе Контратаку Разошлась Камила Вспомнила Что есть Виолента Так Кинем себе Непобедимость И есть у нас ульта Отлично Добиваем Долго Но зато чётенько И 100% Продолжение следует